Гигантская свинья с весом около тонны, 6-метровый жираф или ослик-великан, который вымахал до роста человека. Услышав о таких несвойственных для этих животных габаритах, неволей начинаешь верить в чудеса. Но это все реально. С вами СмартПицца, и в этом выпуске вы увидите гигантских животных на фермах, которые побили все рекорды. Свинья из Тайваня Представить современную ферму без свиней практически невозможно. Эти животные буквально стали олицетворением фермерского и сельского хозяйства. Крупные парнокопытные были одомашнены людьми еще 7 тысяч лет назад и по сей день занимают главные места на фермах. Помимо того, что они очень прибыльны для фермеров, у свиней еще и не такие крупные габариты, из-за которых для них приходилось бы придумывать нестандартные загоны или что-то в этом духе. Они имеют длину от метра до двух и вес от 50 до 150 килограмм. Однако в каждом правиле может быть исключение. Бывает, что на обычной ферме вырастает свинья, чей вес стремится к одной тонне. Я говорю о вот этом вот гиганте из Тайваня. Это животное непременно входит в список самых крупных свиней за всю историю. Когда местные поняли, кто им попался, они не стали пускать животное на мясо. Создание стало их лучшим другом и чем-то вроде символа фермы. За парнокопытным ухаживали все, кто только мог. Однако совсем скоро, когда семья оказалась в кризисном положении, свинку все же было решено продать. Гаур А теперь я расскажу вам о величественном быке, который бродит по пышным лесам Юго-Восточной Азии. Звать его Гаур или же Индийский бизон. И это самый крупный и самый мощный из всех быков в мире. Когда речь заходит о столь серьезных существах, невозможно не упомянуть и их габариты, которые в этом деле являются ключевыми. Взрослые самцы гуара могут весить до двух тонн и достигать 230 сантиметров в холке. Тело гуара крепкое и мускулистое, с горбовидной структурой на плечах. Их шерсть обычно темно-коричневого или черного цвета, блестящая и украшена короткими щетинистыми волосами. Однако все это явно не то, почему можно отличить этого быка от какого-то другого. Главной фишкой индийского бизона считают его изогнутые рога, иногда превышающие метр в длину. С их помощью эти создания не только защищают свою территорию, но и завоевывают внимание самок. Но неужели вся сила этих быков лишь в их рогах? Конечно же нет. Секрет их успеха заключается в особой диете – постоянный рацион бычка-качка, трава, листья, молодые побеги и плоды, заправленные грязью. Именно в последнем ингредиенте эти существа находят соли, микроэлементы и всевозможные минералы, положительно сказывающиеся на их физическом состоянии. А постоянная физическая нагрузка лишь усиливает эффект, делая из гауров не только здоровяков, но и нереальных силачей. Одолеть одного такого для любого хищника будет далеко не самой простой задачей. Однако и этого сделать у них, скорее всего, не получится. Заяц-русак Могли бы вы когда-нибудь подумать, что в природе можно встретить и гигантского зайца? Вот и я думал, что это возможно только в сказках. Но и в реальности они тоже бывают. Встречайте, заяц-русак. Отличить его от собратьев можно по относительно внушительным габаритам, которые могут превышать 7 килограммов веса и 70 сантиметров в длине тела. Живут эти крупные косые поодиночке или в небольших группах. Так намного безопаснее. Два глаза хорошо, а 10 лучше. Завидев опасность, зайцы передают друг другу сигнал тревоги, опуская уши и барабаня задними ногами. К сожалению или к счастью, подобное можно наблюдать лишь в сезон травостоя, когда сочной растительности достаточно всем. В противном случае полянка превращается в поле боя. Каждый самец, считающий себя достойным претендентом на место под солнцем, выйдет на поляну и будет готов к любой битве. Из-за того, что все эти косые не только большие, но и сильные, а также выносливые, порой на отвоевывание территории уходит больше времени, чем на трапезу. Это, к слову, из-за того, что два таких зайца могут слопать больше травы, чем одна средняя овечка. Врагов в природе у зайцев-русаков предостаточно. Только вот отдаваться всем им, они совсем не спешат. Разгоняясь до 60 километров в час и обладая уникальными знаниями маскировки, они часто оставляют хищников в дураках и поймать их мало кому представляется возможным. Конкурент Ромулуса. У ослики еще одни животные, при виде которых каждый из людей умиляется их миниатюрным и нежным видом. Все мы привыкли, что ослы – некрупные создания, которые ведут одиночный образ жизни и вечно пребывают в каком-то унынии. В целом, так оно и есть. Но это точно не относится к двум следующим гигантам. Ромулус и Деррик намерены изменить вектор истории и сделать ослов воистину крупными и мощными созданиями. Ромулус – действующий мировой рекордсмен, являющийся самым крупным ослом в мире. Он живет в Техасе и достигает 172 сантиметров в высоту. Деррик – подрастающий и подающий надежды здоровяк, который каждый год все сильнее и сильнее наступает Ромулусу на пятки. Деррик – гораздо младше действующего рекордсмена, но уже отстает от него менее чем на один сантиметр. Все аналитики, следящие за этой сферой, уверены в скорой смене статуса лидера. Лалонг – мне кажется, это идеальное имя для совершенно любого рекордсмена, который превышает остальных особей в длину. Именно так и было решено назвать найденного на Филиппинах крокодила, обогнавшего всех известных на тот момент зубастых гигантов. Чтобы осознать всю силу габаритов рептилии, достаточно лишь взглянуть на эти кадры. Тут Лалонг еще находится в неволе, но это были его последние дни без присмотра. Далее, уже 50-летнего на тот момент крокодила забрали с собой и отвезли в местный зоопарк. Да, безусловно, за ним там ухаживали, кормили как следует и все в таком духе, но этого совсем не хватало. Лалонгу была нужна воля, но хозяева этого не понимали. Их глаза затмили деньги и повышенный спрос на парк, возникший после помещения, к себе рекордного крокодила. В конечном итоге рептилия не справилась с такой жизнью и ушла на тот свет от мышечной атрофии всего через год после поимки. Чтобы отдать ему дань уважения, Лалонгу поставили памятник в натуральную величину в Филиппинском музее естественной истории. Кстати, а вы знали, что хоть в каких-то зоопарках у людей и не получалось ухаживать за этими хищниками, в целом в мире существуют фермы, посвященные крокодилам? Одной из таких является ферма под названием Харпли. Она расположена в Австралии и успешно процветает уже много лет. Целью такого заведения является продажа этих крупных животных, а также проведение регулярных экскурсий для всех желающих. Мне кажется, это идеальный способ повышения осведомленности обычных жителей, которые ранее не встречали столь опасных существ. Тем более, живя в Австралии, ты никогда не можешь быть уверен, что на следующий день к тебе в гости случайным образом не наведается крокодил. Форест Наряду с крокодильей фермой существует и место, в котором разводят жирафов. Искать такую необычную точку следует во Флориде. Эта ферма является экологически чистым и официально функционирующим заповедником, тогда как внешне немного напоминает классический зоопарк. Помимо жирафов, на ее территории можно увидеть и массу других животных, но главное внимание всех посетителей, безусловно, приковано к этим высоким и сильным созданиям. К слову о высоте, одним из самых высоких жирафов на сегодняшний день считается жираф по имени Форест. Он обитает в Австралии, а его рост составляет 5,7 метров. Таких исполинских размеров жираф достиг в 12 лет. Если жирафы – это необычные животные, от которых ты ждешь крупных размеров, то вот верблюды явно таковыми не являются. Эти одомашненные существа до сих пор незаменимы в качестве неприхотливых, упряжных и вьючных животных в районах с сухим климатом и резкими перепадами температур. Кроме всего, они дают человеку мясо, молоко и шерсть. Самой крупной породой этих замечательных животных считается двугорбный верблюд, или как его еще называют – бактриан. Его высота в холке превышает 2 метра, а если учитывать горб, то и вовсе близится к 3. Вес же обычно равен 500 килограммам, но иногда можно встретить особей под 600, 800 или даже целую тысячу кило. Помимо огромных габаритов, это животное считается куда более удобным, нежели одногорбный верблюд. Ведь в случае с ним необязательно использовать седло. Неудивительно, что в странах Востока в качестве средства передвижения бактрианов нередко использовали богачи. Гессарские. Именно так зовут рекордсменов мира овец, которых никто не может обогнать по весу, обхвату бедер и размерам в целом. Гессарские овцы – это крепкие животные, которые могут достигать 180 кило. Хотите интересный факт? Треть их веса составляет курдюк. Да-да, вот это вот жировое отложение рядом с хвостом. Наряду с ним гессарцы, как аборигенная порода, имеют крепкий иммунитет и прекрасную адаптацию к климату Средней Азии. Даже когда фермеры перегоняют их на дальние расстояния, животным не составляет труда проходить 500 или даже более километров за раз. А благодаря своей широкой грудной клетке, гессарские овцы без труда могут пастись на высокогорье без развития болезней. На этом все. Напишите в комментариях, размеры какого животного удивили вас больше всего. А если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.